К сожалению, на минувшую неделю ведущий экономист эпохи Рустем Шахметов не смог сформировать для нас каких-либо экономических выкладок, и нам пришлось воспользоваться иными источниками информации о состоянии экономики и социальной сферы Республики Башкортостан. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации составил рейтинг городов по качеству жизни. Собственно, этот рейтинг формировался на основании очень многих критериев, оценивалось материальное благополучие жителей, доступность жилья, экология, качество и доступность образования, состояние дорог, жилищно-коммунального хозяйства, простота организации и ведения бизнеса и по многим-многим другим. Все эти критерии в целом складывают именно то понятие, которое мы называем качеством жизни. Так вот, как и в 2022 году, в 2023 году УФА не вошла в этот рейтинг. Более того, УФА была признана одним из городов-миллионников с самым низким показателем качества жизни. Ну, почему-то я вовсе не удивлен подобной оценкой, ведь подтверждение этого рейтинга, собственно, у нас всегда перед глазами достаточно выглянуть в окно. И закономерность такой оценки города УФА, а город УФА все равно это витрина республики, закономерность этой оценки, собственно, заключена в качестве управления, в качестве администрирования городом и регионом. И действительно, как бы это ни было обидно, это абсолютно закономерно. Еще одним подтверждением вышесказанного может служить другой рейтинг. Рейтинг поменьше, может быть более локальный, но тоже очень характерный. Компания EF Education составила рейтинг знания и владения английским языком по регионам Российской Федерации и Республикой Башкортостан оказалась на последнем месте. На последнем месте по владению английским языком. Ладно, Бог с ним с ненавистным англосаксонским наречием. Был бы, как говорится, хлеб насущный. Но, увы, и с этим тоже не все, слава Богу. На минувшей неделе стало известно, что всего лишь за год в Республике Башкортостан вдвое, внимание, вдвое снизилось поголовье сельскохозяйственной птицы. И на прилавках магазинов региона все больше и больше кур, уток и гусей из сопредельных регионов Татарстана, Мордовии, Пермского края, Оренбуржья и так далее, и так далее. Естественно, эта птица дорожает от дня ко дню и плечо доставки, и вообще ситуация в стране никак не благоприятствует тому, чтобы птица была подешевле. Куриное мясо, напомню, самый дешевый, самый доступный источник белка для самых несостоятельных и бедных слоев населения. Так вот, курица Республика Башкортостан производит за год уже вдвое меньше, чем в прошлом году. А вот на башкирское зерно, похоже, покупателей не нашлось. Переработать даже тот скромный урожай, который мы собрали в этом году, промышленность Республики Башкортостан не в состоянии, продать некому, и сотни тысяч тонн зерна так и остались лежать под дождем и снегом. Собственно, специалисты говорят о том, что подобный способ хранения ведет к полному уничтожению остатков урожая, снижается клейковина, зерно гниет и расхищается птицами, а также, как говорится, ушлыми селянами. Но пропадает не только зерно. По сути, пропадает труд сотен тысяч людей, и пропадают те субсидии и инвестиции, которые были вложены в выращивание и сбор урожая. Вот, собственно, тоже результат деятельности не самых квалифицированных управленцев региона, если не сказать покрепче, но пока воздержимся. По непонятной для меня причине Министерство печати и средств массовой коммуникации Республики Башкортостан или Министерство культуры Республики Башкортостан не спешат осчастливить деятельность нашего канала грантом или субсидиями. Нам приходится рассчитывать только на вашу помощь, помощь подписчиков. Не забывайте помогать каналу деньгами. Сделать это можно единственно доступным способом, через наш расчетный счет, который мы показываем в каждой нашей программе и публикуем в описании под каждым нашим видеороликом. Заранее спасибо за каждый ваш рубль. Это очень важно для нашего существования. Но складывается ощущение, что ради Хабирова нисколько не беспокоят эти внешние оценки состояния дела Башкортостана, и он предпочитает предаваться иллюзиям и веселью. Ну, собственно, как обычно. Почти вся минувшая неделя в Уфе прошла, по крайней мере для чиновников, под эгидой 16-й так называемой недели бизнеса. А сама эта неделя бизнеса, этот форум, почему-то прошел под девизом «Мы люди из послезавтра». В частности, даже была панельная дискуссия «Послезавтра глазами бизнеса». Ну, в таком случае было бы, наверное, уместно назвать другие обсуждаемые темы на этом форуме. Например, так, «Послезавтра хоть потоп». Или, например, «Послезавтра вы нас не найдете». В любом случае, люди, все время и постоянно говорящие только о «послезавтра», они либо боятся своего завтра, либо не имеют его вовсе. А еще на прошлой неделе Владимир Путин заявил, что «помощь Палестине – святая обязанность россиян». Это была цитата. На это заявление Ради Хабиров услужливо отозвался немедленно. Отозвался к готовностью регионального бюджета принять любое количество беженцев с Ближнего Востока и сразу же распорядился немедленно начать тратить бюджетные средства на оборудование комфортных мест проживания для братьев-палестинцев. Просто удивительно, с каким рвением господин Хабиров готов помогать кому угодно, только ненуждающимся соотечественникам и землякам. А еще Ради Фаритович выступил на историко-этнографическом форуме «Третье мажитовские чтения». И, присев на любимую лошадку, с упоением рассказал о своих планах по созданию музея кочевых цивилизаций и о том, какой прекрасный при музее будет построен отель. Научный мир, вообще-то, ставит под довольно серьезное сомнение вообще сам факт существования вот этих вот так называемых кочевых цивилизаций. И многие башкиры вовсе с возмущением отвергают предположение о том, что башкиры – это какой-то кочевой народ, но это не очень смущает строителя музеев и устроителя отелей. А для того, чтобы на историко-этнографическом форуме не случилось никаких казусов и никто не омрачал торжественную обстановку какими-либо дискуссиями, особенно научными, для этого на этот форум просто не допустили несколько ученых из Татарстана, которые имеют альтернативную точку зрения. Впрочем, не все так безоблачно на горизонте у дорогого Радио Фаритовича. Мало того, что чуть ли не треть команды «Х» или под следствием, или уже сидит в тюрьме, так еще и из Москвы поступают непонятные и загадочные инструкции. На минувшей неделе Урал Кельсинбаев, как модератор внутренней политики региона, и Илона Макаренко, как главный специалист по правильному написанию итоговых протоколов на выборах, приняли участие в закрытом федеральном семинаре под условным названием «Как проводить выборы президента в марте 2024 года». Семинар вели Сергей Владиленович Кириенко и Элла Панфилова, соответственно, тематике и позициям приглашенных. Как ни странно, на семинаре фамилия Путина не упоминалась. Вообще не звучала фамилия Путина, но звучала странная формулировка «основной кандидат». Именно этому основному кандидату господин Кириенко и мадам Панфилова настойчиво рекомендовали нарисовать в итоговых протоколах по регионам 75% голосов избирателей при минимальной явке в 70%. Вот такие вот задачи были нарезаны господину Кельсинбаеву. И мадам Макаренко, причем давались довольно подробные рекомендации, советовали настойчиво зазывать на выборы избирателей и не уповать на то, что и так придут за Путина голосовать. За Путина я беру в скобки. Напомню, фамилия Путина не звучала на этом семинаре. Но при этом же рекомендовалось не пережимать, проявлять деликатность, тактичность и не нарываться на грубость. То есть ощущение того, что приглашая на выборы, можно быть посланным далеко-далеко, появляется даже уже в Кремле. Отдельное внимание на этом семинаре было велено обратить на возрастающее раздражение жен мобилизованных, которые, по мнению администрации президента Российской Федерации, могут стать основным катализатором протестов перед выборами в марте грядущего года. Вот такая вот тревожная ситуация. То есть жены мобилизованных названы главной угрозой для дестабилизации ситуации в стране. Было много рекомендаций. Например, одна из этих рекомендаций – залить деньгами все эти проблемы, платить, платить и платить, чтобы никакого возмущения не возникало. Из чего мы делаем вывод, что в представлении Кремлевской администрации мотивация женщин в России вовсе не счастье, семья и муж, дети, а бабло, бабло и бабло. Вот как бы так они видят российскую женщину и среднестатистическую жену мобилизованного. Ну, тут, как говорится, поживем-увидим. Несколько недель назад я в эфире одного из наших выпусков обещал разобраться или поразбираться с ситуацией, сложившейся вокруг нескольких домов на улице Пушкина и с тем конфликтом, который там существует и нарастает. Напомню, вокруг плана по сносу и расселению четырех ветких строений в центре Уфы на перекрестке Пушкина и Карла Маркса разгорелись нешуточные страсти. Ну, как обычно, поначалу было слишком много недостоверности всевозможных информационных вбросов, эмоций и беготней всяких блогеров-заосзащитников с видеокамерами и, как обычно, все оказалось не так просто и однозначно, как преподносилось первоначально. Ну, как известно, дьявол в деталях. Начну с фактов, которые удалось установить абсолютно достоверно и которые важны для дальнейшего понимания ситуации. Тот самый пресловутый дом номер 79 по улице Пушкина точно является объектом культурного наследия, сносу и демонтажу не подлежит и никакой угрозы помещениям и собственникам, которые там есть, не существует. То есть те, кто владеет этими помещениями, владеют им, как говорится, в своем праве, и никто их оттуда переселять насильно точно не собирается. То есть непринудительное расселение в районы Крайнего Севера им не грозит ни что-то иное, о чем громко-громко кричали блогеры-зоозащитники. Второй факт. Никакого утвержденного или согласованного проекта 37-этажного здания на месте вот этих домов на данный момент не существует. Есть только договор между городом и застройщиком о развитии квартальной территории. То есть все вот эти картинки, которые демонстрировали нам блогеры-зоозащитники, это все плод их фантазий, либо какие-то эскизные проекты, которые ничего общего не имеют с официальной документацией. И третий факт. Дом номер 15А и дом номер 77 на данный момент уже признаны аварийными, но опять же на данный момент и на сегодня решения о их расселении пока нет. При том, что дома реально находятся, конечно, в жутком состоянии, и внутри, и снаружи есть неустранимые дефекты, и это тоже неоспоримый факт. Ну а теперь о дьяволах и деталях. Выяснилась пикантная подробность по вот этому самому дому номер 79, вокруг которого, собственно, все и закружилось. В момент переоформления договора развития квартальной территории в 2022 году, чуть больше года назад, некий экс-депутат-коммунист Мусабиров внезапно покупают за пару десятков миллионов рублей большую часть дома номер 79, а именно 880 квадратных метров недвижимости. Ну, как бы для сдачи офисов в наем, и они там действительно формально сдаются, при этом только меньшая часть этого здания остается жилой. В здании всего 6 жилых квартир. Ну и состояние этих квартир ужасающее. Кроме этого, есть неподтвержденное на данный момент предположение жителей о том, что из этих 6 квартир пара квартир все-таки напрямую или опосредованно принадлежит принадлежит все тому же Мусабирову, и сдаются эти квартиры студентам-азиатам. Далее. Экс-депутат-коммунист Мусабиров сам разрабатывает некий проект застройки квартала и даже представляет этот проект Хабирову на стройчасе. Ну, то ли проект был плохим, то ли еще что-то было не так, но Хабиров выгоняет Мусабирова с этого стройчаса и экс-депутат-коммунист утрачивает всякую надежду на застройку этого квартала. Видимо, слегка разочаровавшись в перспективах своих инвестиций, гражданин Мусабиров решает теперь максимально выгодно перепродать оказавшуюся ненужным ему недвижимость, но, похоже, он так высоко задирает планку цены, что риэлторы Манхэттена, как говорится, взвизгивают от зависти, а застройщик, естественно, не идет на такую цену. Ну, что в итоге? В итоге мы имеем классический спор хозяйствующих субъектов. В принципе, ничего незаконного не происходит. Ну, господин Мусабиров продает свое имущество, вернее, пытается продать свое имущество по той цене, которую считают для себя приемлемой. Покупатели или потенциальные покупатели не соглашаются, но это называется торгом, да, то есть они торгуются. Вот только непонятно, почему в результатах этого затянувшегося торга в заложниках интересов экс-депутата-коммуниста оказались несчастные жители убитых насмерть квартир вот в этом доме. Потому что, ну, и депутат Мусабиров, экс-депутат Мусабиров, и его помощники выстроили какую-то странную такую атмосферу, вокруг этого всего там созданы бесчисленное количество каких-то чатов, людей там зомбируют, убеждают, там уговаривают и так далее, и так далее. Собственно, их отговаривают от того, чтобы они продали по рыночной стоимости свои квартиры, ну, согласились на продажу, либо обменяли на аналогичную или даже большую площадь в том же самом районе. Вот от этого господин Мусабиров, защищая собственные интересы, всячески отговаривает жителей. Зачем бы им это было делать, совершенно непонятно. Ну, очевидно, что ситуация будет развиваться в ближайшем будущем, ну, а мы, соответственно, будем за ней наблюдать и комментировать ее. На этой неделе на сайте Минэкологии Республики Башкортостан появилось странное, если не сказать, пугающее объявление. Жители северо-востока республики уведомили о том, что их ожидают некие проблемы с вывозом твердобытовых отходов. Проблема эта коснется, в частности, Кигинского, Белокатайского, Дуванского и Мечетлинского районов. Причина? Причина в том, что оператор по вывозу твердобытовых отходов не может совладать со спецификой погодных условий и не может гарантировать своевременного и повсеместного вывоза твердокоммунальных отходов. Вот такая логика у Министерства экологии. Собственно, это что-то очень даже новенькое. А Министерство экологии, очевидно, в тандеме с оператором твердокоммунальных отходов, просто предупреждает о невыполнении и непредоставлении той услуги, за которую жители регулярно платят. Ну, как говорится, предупредили ли мы в домике? Классно, да? Ну, то есть, мы вас предупредили. Вот же, смотрите, на сайте есть предупреждение. Чего вы тут возмущаетесь? Ну, не вывозим, погода плохая. А вот такой вариант они не рассматривают. А мы вас предупреждаем, что больше не будем платить за эту услугу. И, собственно, все нормально. И мы в домике. Вот такой вариант, видимо, чиновников не очень устраивает. Регулярное, постоянное получение миллиардов за вывоз твердокоммунальных отходов для них абсолютно необходимо. А вот поиск причины, почему бы не оказывать эту услугу, идет, судя по всему, постоянно. Помните вот эту борьбу с дертюлеймелио-вотстроями? Боролись, боролись, боролись. На что напоролись? Вот сейчас Радий Фаридович начнет кричать и топать ножками, что вот этих северо-восточных районах, значит, опять не вывозят мусор. Ну, вот и посмотрим. Или вот снова Бирск. Хабиров воюет и изгоняет тот самый дертюлеймелио-вотстрой. Его сменяет на этом месте милое сердцу Хабирова и, видимо, широко ему улыбающееся предприятие Эко-Сити. И что мы имеем в итоге? В итоге полигон ТБО в Бирске закрыт. Мусор из Бирска якобы везут за 3-9 земель в Мишкинский район, но в реальности на самом деле вывозят и сваливают в окрестных лесах. Об этом постоянно заявляют жители и постоянно пишут заявление в прокуратуру. Ну и что отвечают на это чиновники? Вот жители обнаружили очередную бесчисленную свалку в пригородных лесах Бирска, пишут заявление в прокуратуру, прилагают фотографии. Знаете, что отвечают чиновники? Они отвечают, что мы вот сейчас скоро ждем деньги. По федеральной программе называется генуборка. И мы уберем вот этот мусор из пригородных лесов. Понимаете, что получается? Сначала собирают деньги с жителей за вывоз мусора и не вывозят его туда, куда положено, а потом ждут федеральных денег на то, чтобы вот этот самый сваленный, где попало мусор, еще раз отвезти туда, куда положено. Это чудесная схема, согласитесь. Стоило, наверное, выгонять Дюртюль и Мелево в отхоз, чтобы получить вот такую вот схемку. Прошедшая неделя ознаменовалась громкими обещаниями чиновников в Уфе по наболевшим, как говорится, вопросам. Обещано в декабре 2023 года ввести в строй пресловутую Зининскую развязку, она же Нагаевский переезд, а еще открыть движение по улице Пугачева. Ну, знаете ли, про Зининскую развязку это звучит, прямо скажем, даже как-то так угрожающе. Еще месяц назад ее строительство было признано существенно дефектным, а конструкция этой Зининской развязки была признана угрожающей жизнью и здоровью граждан, и даже было возбуждено уголовное дело. И что? За месяц не только успели провести сложнейшие экспертизы, следственные действия, заново перепроектировать объект, но даже они успели за месяц все исправить. Ну, не иначе как без синей изоленты тут дело не обошлось. Но, простите, на самом деле подобное возможно только в воображениях и в отчетах чиновников. В реальности такое невозможно. Ну, если они действительно формально сдадут 15-17 декабря эту Зининскую развязку, то лично я подожду еще с полгодика, хотя бы до теплых времен, когда размежнется, и ездить по этой развязке точно не буду и вам, не советую. Потому что у меня, например, нет никакого доверия тем экспертным заключениям, которые, ну, может быть, нам предъявят в качестве подтверждения исправности этого объекта. Потому что слишком высок контраст между тем, что было и то, что стало, чем что теперь нам рассказывает замглавы города господин Паапа. О том, что, дескать, да все нормально, все отлично, мы там какие-то, значит, подпорные стеночки сложили из каких-то блоков кирпичей, и все хорошо. Ну, стоп. Была выявлена избыточная нагрузка на опоры этой развязки. Остальные опоры тоже укрепили. Ну, в общем, нет. Здесь абсолютно точно нет никакого доверия, и опасения при перемещении по этой развязке для жителей республики точно должны быть обоснованными. Что же касается завершения работ по реконструкции улицы Пугачева к Новому году, ну, тут достаточно просто глазами посмотреть на ход работ, ну, вернее, на их отсутствие. Я в минувший четверг был там, на Пугачевке, своими глазами не видел ни одного шевелящегося трактора и любой иной другой строительной техники, видел горы разрытого грунта, беспорядочно валяющиеся трубы и печального стоящего в глубине котлована какого-то мужчина в каске. Вот, собственно, это были все строительные действия в разгар рабочего дня, кстати говоря. Ну, не похоже, вот правда не похоже. Посмотрим. Они финальную разметку-то по три недели обычно наносят, а тут осталось буквально месяц с небольшим на то, чтобы все это достроить. Вот в Пугачевку я точно не верю. Первый же небольшой снегопад сковал намертво автомобильные движения в нашем городе, изнуренным нашествием нефтекамских дилетантов. Видимо, Ратмир Мавлиев посчитал, что снег прошлой зимы – это какое-то досадное недоразумение, которое никогда больше не повторится в городе Уфе. Вот спрашивается, где эти сотни единиц новенькой коммунальной техники, которую так нарядно и помпезно по нескольку раз вручал Радий Фаритович передовикам жилищно-коммунального хозяйства? Ну, очевидны становятся выводы экономиста Всеволода Спивака о том, что уровень амортизации коммунальной техники существенно превышает объем ее закупок. Даже если башкирское спутниковое телевидение по три раза сделает торжественные сюжеты о вручении одного и того же трактора. Но для Ратмира Рафиловича есть и хорошие новости. Наконец-то начал работать его бизнес по превращению снега в деньги. Запущен снегоплавильный завод по улице Сагита Агиша в Уфе, и жители окрестных районов могут с радостью вдыхать влажные испарения с повышенным содержанием свинца, сажи, нефтепродуктов и прочих биодобавок, которые будут неизбежно испаряться из этого грязного городского снега, который, напомню, является отходом четвертой группы опасности. Сам же господин Мавлиев, мэр Уфы, не перестает радовать нас своим жизнелюбием и оптимизмом. На этой неделе он с восторгом докладывал, что его армянские друзья уже на 30% построили сквер с мальчиком-кураистом около кинотеатра «Искра» и продолжают укладку плитки и асфальта прямо в грязь и снег ударными темпами. Равно так же, как и на улице Ленина продолжают класть в снег и в дождь эту самую мраморную плитку. А тем временем в Уфе отключают газоснабжение в очередном доме. По проспекту Октября 136, дробь 2. Причина традиционная. Проблемы с вентиляционными каналами и денег, как известно, на ремонт этих каналов ни у кого нет. Ранее, когда отключали аж 46 многоквартирных домов по той же самой причине, после длительных многомесячных скандалов, пикетов и всевозможных протестов, деньги на ремонт этих вентиляционных каналов все-таки нашлись. Хотя первоначально их пытались выстрясти и выбить из жителей этих домов. Но теперь не знаю, найдется ли на ремонт вот в этом 136, дробь 2 доме по проспекту Октября деньги, потому что уж больно сильно потратился бюджет на всевозможные скверики, парки и гранит на улице Ленина. Кстати, о снегах и их уборке. В Уфе в продажу поступили зимние электросамокаты. Спереди лыжа, сзади гусеницы. Не дай бог об этом чудо-предмете узнает Ратмир Мавлиев. Он вообще может тогда отменить уборку снега в Уфе, потому что надо же юноше где-то кататься. Всего-то две недели назад я хвастался тем, что канал «Открытая политика» набрал уже 40 тысяч подписчиков. А теперь вот сегодня хвастаюсь тем, что подписчиков у нас 41 тысяча. Спасибо всем, кто подписывался на наш канал и тем самым подтверждал то, что мы все-таки вам нужны, потому что подписка – это лучшее подтверждение тому, что мы делаем что-то правильное и полезное. Отдельное спасибо тем, кто подписан давно и смотрит нас регулярно, помогает нам лайками, комментариями и деньгами. И особое-особое спасибо нашим пожилым подписчикам. Людям, которых не изуродовал ни советский пломбир, ни так называемые ужасы 90-х. Сегодня я хочу передать отдельный персональный привет нашей давней, очень давней подписчице, пенсионерке Фонье Шейхенуровне Кудашевой. Желаю долгих лет здоровья и всегда оставаться с нами на связи. Если вы хотите участвовать в социальных опросах, которые проводит канал «Открытая политика», обязательно подпишитесь на наш Телеграм. Каждую неделю в Телеграм-канале «Открытая политика» мы проводим анонимные, подчеркиваю, анонимные опросы. И участвуя в них, вы ничем не рискуете, но при этом можете высказать свое мнение. На этой неделе в опросе «Открытой политики» мы попросили ответить подписчиков на вопрос, кто из последних мэров Уфы, по их мнению, справлялся со своими обязанностями лучше других. Именно лучше других. Не прекрасно, замечательно, великолепно, а просто лучше других. В опросе приняло участие около тысячи человек, и вот, собственно, результат этого опроса. Безусловный лидер симпатии уфимцев Павел Качкаев. При всей неоднозначности своей фигуры и семьи Павел Рюрикович набрал 46%. Ирик Елалов занял добротное второе место и набрал 31%. Неожиданностью для меня стало то, что кто-то вообще помнит на Рауфа Нагуманова, да еще так хорошо помнит, что он набрал аж 15% голосов в этом опросе. А вот результат нынешнего молодого, энергичного, креативного мэра Уфы Ратмир Мавлиева иначе как позорным назвать нельзя. Будучи сейчас на виду у власти и, как говорится, самым актуальным из этих всех дедов, вот этот самый молодой Ратмир Мавлиев набрал только 8% голосов в нашем опросе. Ну и мы должны понимать, что эти 8% во многом, конечно, тоже сложены были из-за его там группы поддержки из Нефтекамской, всякой родней и братвой. Вот такой вот у нас мэр Вуфе.